Всем привет! Сегодня мы будем с вами готовить торт! Ну а если серьёзно, то почему-то мигает... Да... Короче, ладно. Мы будем готовить торт, потому что у моей бабушки завтра день рождения, и я хочу приготовить торт. Ну он будет абсолютно обычный, но, знаете, я один раз пыталась приготовить бисквит... Да... Вот, поэтому... Это будет сложно! Берём миску, нам понадобится 5 яиц. Итого 5 яиц. Теперь нам нужно добавить 150 г сахара и всё это типа медленно перемешать. Всё окей! Всё окей! В общем, мы поставили воду, чтобы потом сделать водяную баню, чтобы с сахаром максимально растворился. Это один из секретов, чтобы сделать хороший бисквит, чтобы сахар полностью растворился. Ну а если вы профессионал, то вы можете не делать водяную баню. Но если вы профессионал, то вы, в общем, от меня меня не слушаете, потому что я ничего не знаю. Но самое обнадёживающее, это что мне придётся ручным миксером забивать массу потом 20 минут! Ну, так ненадёжно. Я боюсь, что у меня треснет миска. Ну, там истекло так-то толсто. Чтобы понять, растворился сахар или нет, достаточно свистить палец в яичную массу. И если она немножко тёпленькая, то всё, можно убирать. Да... Чувствую к концу ролика, у меня тупо отвиснет рука. Ну всё, сахар растворился. Приступаем к самому сломанному, как мне кажется. Масса после взбивания должна увеличиться в объёмах, причём достаточно прилично. И я снова боюсь, что, мало ли, вдруг у меня выйдет это всё за пределы миски. Мне это не нужно. Кому это вообще нужно? У меня уже всё в этой смеси. Даже я. Нужно было довести яичную массу до такой кондиции, чтобы когда ты палец опускал и проводил, она не сразу зажималась. Прошло ровно 20 минут, у меня уже перегрелся миксер. Уиииии... Что это? Почему? В общем, оно не извивается больше, я не знаю почему, что из-за этого. У меня уже просто горячий миксер, я не могу, мне страшно с ним работать, потому что я боюсь, что он сломается. Потому что один уже сломался. Но я не знаю, по какой причине, но... Чтобы этот не сломался. так что в принципе но она же увеличилась она же нормальная нормально будем надеяться что все получится что так просто что мы им весов нету был я тоже боюсь что вдруг что-то не получится потому что там тетенька сказала что нужно обязательно все на весах взвешивать но не изменимая вещь я считаю силиконовая лопатка и мы аккуратно перемешиваем ну все вот тесто получилось я прям слышу какая она типа как своим шумит ну вы поняли это офигенно звучит офигенно хочет свою руку опустить не понимать в общем я подготовила посуду так постелила здесь пергамент вот стенки маслом смазать нельзя потому что когда бисквит поднимается он за эти стенки цепляет таким образом он поднимается застелим ну точнее мне страшно мне кажется мне нужно будет два раза упекать потому что у меня много ну а вот я не помню надо смазывать маслом или нет вот это мы не будем распределяем хотя знаете может до месяца до месяца вообще вот так вот получилось вот так получилось сейчас я поставила на разогрев духовку вверх и низ на 200 градусов но когда она разогреется нужно поставить где-то на 160 170 градусов цельсия и теперь все будет зависеть от моей духовки потому что нужно будет смотреть на состояние как она будет испекаться если она слишком быстро будет румяниться то нужно это убавить если она будет подниматься но низ будет опускаться так проседать то нужно увеличить немножко градусы в общем надеемся что будет все хорошо кстати зацените какой пирог я сделала вчера я больше не еру так страшно его так жалко его резать извиняюсь за грязное стекло но пока что вроде бы все нормально еще ему нужно вбегаться около 20 минут посмотрим что будет потом у меня не а и а и и и и и А мы еще не пьем. готовый бисквит сразу не достаем из духовки духовку выключаем и даем постоять бисквиту еще примерно 10 минут и теперь наконец наш бисквит готов он получается очень пышный высокий и нежный мне кажется меня обманули по моему практически ничего не изменилось я так наделалась что что-то получится ну ладно распакуем его нужно чтобы он подышал а потом нужно его убрать на 8 часов а как я тупая надо было сначала немножечко и чо это оно не так должно было быть ну тут красиво максимум я на две части разрежу все это за диск он должен был быть вот такой я боялась что у меня вылезет из формы что что это ну почему он мир он порист вам хорошие но почему не поднялся О, не пожалели Вот это я понимаю Нормальные продавцы До самого края наполнят Попробуем Сразу роллы спалить Как я хочу роллы Профессионалы, режу три банана сразу И спробую я банан с кремом Это великолепно Это обалденно Это мое любимое Я очень люблю ананасы консервированные Я любую ананасы люблю Но это божественные С первого раза, серьезно? За вас Не получилось Ужу Ваня Зачем мне вообще этот мешок? Я так могу Бардак на столе, нет? Это не бардак Это творческий процесс Творческий, безусловно Укрываем Оп И торт Бутерброд Бургер Можно есть Ну Вот такая Белая ночь А-ля Белое это небо А черное это звезды Торт готов Что это там? Что это? Без кинетарев Завтра попробуем Еще крем осталось дофиге Давайте попробуем Ананас С кремом Это просто Я сейчас берем весь крем с ананасами Решила я все переиграть Подумала, что слишком жирно Мне будет съесть весь крем Поэтому Вот такой вот разрезик получился Вот так вот Пробуем Я Все Можно идти в кондитер Дети Да Это божественно Вот так вот Записывайте На заказы Буду делать торты Исключительно Только такие Ну Прям Прям Офигенно Прям Сочно Прям Тает во рту Прям Умеренно Сладко И красиво Ну Это Конечно Еще Красиво И что? Дед Давай Пробуй